У нас есть вопрос, товарищ? Да, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло. Да-да, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, моя лучшая подруга собирается принять мусульманство. Она является крещёной. Я хочу узнать, не является ли это грехом, и как это отразится на её душе. И больше всего меня беспокоит то, что она является крёстной матерью, сыном моей ещё одной лучшей подруги. И как теперь ребёнок? Он остаётся без крёстной мамы? И вообще, вот как вы можете объяснить эту ситуацию? Подруга вопрошающей собирается принять мусульманство, хотя она крещёный человек и даже является крёстной ребёнка. Ребёнок останётся бескрёстной. И какова судьба души этой женщины, желающей принять христианство? Ну, мы не знаем, какая душа, какая судьба. Ну, просто... Эта женщина никогда не была христианкой. Потому что, ну вот, если апостол Иуда, он сначала был всё-таки апостолом, и поэтому он отрёкся, действительно, от Христа, то эта женщина, она сама не знает, от чего она отрекается. Более того, она не знает, куда она идёт. Поэтому она же в полном неведении. То, что она крещённая, ну, могу перечислить мой любимый ряд крещённых людей. Ты его прекрасно знаешь. Адольф Гитлер, Карл Маркс, Владимир Ульянов, Иосиф Джугашвили, Лаврентий Берия, это, так сказать, Феликс Дзержинский. Можно перечислить крещённых сколько угодно. Это же не значит, что если человек крестился в молодости, как Карл Маркс, или в детстве, как Гитлер, то он, значит, стал христианином. Поэтому она крещённая, её крещение – формальный акт, который не затронул глубин её существа. Если бы она вкусила, то христианство, вот, первая эпоха, и она, в общем, длилась в истории, вот, взять, допустим, нашу Россию, чтобы сохранить себе жизнь священнику, а их расстреляли у нас около 300 тысяч человек в России, начиная с 1917 года, достаточно было снять себя сам. И многие, не многие, но некоторые священники это делали. Я даже знал одного такого, он дожил до 96 лет. Он в 30-х годах снял с себя сан, и потом пел на клиросе, вот, но перестал быть священником. Вот, и сохранил себе жизнь. Можно ли в чём-то обвинить? Нет, человек испугался, сохранил себе жизнь. Но сотни тысяч пошли на смерть. Вот можешь себе представить, чтобы человек пошёл на смерть, ну, ради какой-то чепухи. Ну, вот, например, ему не положили газету «Известия» в почтовый ящик. Он пошёл и удавился. Ну, это невозможно себе представить. Человек отдаёт жизнь за что-то очень великое. За детей своих, за свою родину, за что-то самое драгоценное. И вот если сотни тысяч, а вообще в истории церкви, миллионы людей отдали жизнь. И старики, и взрослые, и юноши, и дети даже отдавали жизнь за Христа. Значит, это какая-то очень важная драгоценность. Человек легко отрекается от Христа. Это почему? Он этой драгоценности не знает. Поэтому, ну что, можно посочувствовать. А какая участь? Господи помилуй. Каждый месяц приходит кто-то, то из бывшей секты, то из каких-то, или из старобрядцев. То приходит, а сколько мы мусульман крестим? Это огромное количество. Вот когда в Беслане случилась трагедия, очень же многие приехали сюда вместе со своими детьми, которые пострадали и лечили здесь. Они все покрестились. У нас, в храме нашем, 9 человек крестили. Бесланцев. Я в больнице идти и крестил. И ты крестил. Ну вот. Так что, что тут? Как может быть? Сегодня он мусульманин или никто? А завтра, может быть, он познает Христа. Поэтому это как бы ничего не значит. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...